Блокировали сегодня и апелляционный суд столицы. Правда, недолго. Там адвокаты Насерова пытались добиться полного снятия обвинений с их подзащитного. Прокуроры, наоборот, просили увеличить залог до 2 миллиардов гривен. Впервые публично выступил и сам чиновник. Чем закончилось это судебное заседание? Материали Александра Васильченко. С самого утра возле апелляционного суда столицы собираются протестующие. Активисты развернули флаги, установили палатку. Со временем к митингующим подтягивается подкрепление. Говорят, от суда требуют прозрачности и справедливости. Есть разные чутки, что может суд нам полягать на уменьшении заставы и, власне, изменении способа утримания. И, власне, это для нас сегодня ключевой увагой. Тем временем в зале заседаний яблоку негде упасть. Здесь собрались представители СМИ, нардепы, свободные слушатели и активисты. Самого фискала в суд доставили без опозданий. Сегодня он уже не выглядит больным. Одет в строгий костюм, постоянно что-то читает. Заседание началось с ходатайств защиты. Требует проведения суда в закрытой форме, а также снятия всех обвинений с подзащитного. Мы особо просим взагалей отмолвить в будь-якому запобежному заходу, оскільки не может быть людина, яка не вчиняла злочину, обмежена в чомусь. Далее суд переходит к апелляциям сторон. Адвокаты по очереди рассказывают о безупречной биографии подзащитного и говорят, что не понимают, на чем основывается подозрение. Затем слово берет сам Насиров. Его речь длится более часа. Фискал заверил, никаких связей Санищенко не имел. Денежную отсрочку, в которой его обвиняют, предприятиям нардепа не давал. Я пришел только в травме 2015 года, но это значит, что если детективы открыли криминальное проведение, то в тот момент они уже, скажем так, теоретически могли подозривать компании в каких-то махинациях. И если у них была такая информация, а они не поведомили, например, государственную фискальную службу, то значит детективы НАБУ, те, которые были в курсе подий, фактически были співучастниками. Опровергает Насиров и существование лондонских квартир. Мол, это старая история 2015 года, и в ней уже разобрались представители НАБУ. О происхождении земельных участков, которые задекларировал, объясняет так, мол, воплощал свою мечту. Действительно, есть арендованная земля в Чернигской области, где все жизнь умеет посадить его в лесу. Чтобы было срозумево. После 15-минутного перерыва свои аргументы приводят прокуроры. Они просят суд оставить апелляцию защиты без рассмотрения. Зато вносят ходатайство, чтобы изменить решение суда первой инстанции и оставить фискала под стражей с альтернативой внесения залога в 2 миллиарда гривен. Мол, залог в 100 миллионов Насиров внести способен. Розность декларованных поштов грошовых при переведении их за курсом МГУ складывается 55-55 миллионов гривен. Это лишь купивка. По-друге, что я был не в садил, вакусть данных земельных делянок в загальной сухопности складывается что-найменше 2 миллиона гривен. После 20-минутных совещаний судь выносит свое решение. Такое решение судей Насиров называет политически заангажированным. На вопрос, кто стоит за этим заказом, отвечают сотрудники НАБУ. Свои права намерен отстаивать в Европейском суде по правам человека. Также утверждает, залог вносить не будет, поскольку такой суммы у него нет. Недовольны апелляцией и прокуроры. По словам прокуроров, если Насиров все же внесет залог в 100 миллионов гривен, его обяжут носить электронный браслет и изымут документы, чтобы подозреваемый не смог покинуть пределы страны. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.